Всем привет! С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Сегодня у нас очень короткий скринкаст, но тема, которую мы поднимем, вполне достойна отдельного скринкаста. HTTPS Everywhere – плагин для Chrome, Opera и Mozilla Firefox, OTFF и Tor Project. Итак, HTTPS Everywhere – это плагин, который принудительно запускает передачу данных по протоколу HTTPS во всех случаях, когда это возможно. Вот такими крупными буквами написано название плагина, поскольку он того стоит. Вообще, мы сейчас на сайте Electronic Frontier Foundation – фонда электронных рубежей. И так как сам плагин очень прост и о нем практически нечего рассказывать, задержимся на минутку на этом сайте. Фонд электронных рубежей основали в 90-х годах в США Кейпор, Гилмор и Барлоу. О каждом можно рассказывать долго. JP Барлоу, например, является автором Декларации независимости киберпространства, в которой есть такие строки «Правительство индустриального мира. Вы – утомленные гиганты плоти и стали. Я пришел из киберпространства новой обители мышления. От имени будущего я прошу вас из прошлого. Оставить нас наедине. Вас не звали к нам». Собственно, борьбой за независимость киберпространства фонд электронных рубежей занимался. И занимается до сих пор. И протокол HTTPS – один из рубежей защиты. По этому протоколу информация от сервера к клиенту и обратно передается в зашифрованном виде. Информацию можно перехватить, но очень сложно расшифровать. Введение этого протокола не только является гарантией личной безопасности пользователя от мошеннических действий, но и гарантией независимости личности от действий спецслужб, правительств и т.д. То есть, защищать гражданские свободы в киберпространстве. Несмотря на то, что протокол появился еще в 90-е годы, до сих пор существуют сайты, работающие полностью или частично на незащищенном HTTP протоколе. Я об этом подробно рассказывал в скринкасте о том, как подключить HTTPS. Ссылка в описании. И вот, собственно, с этой проблемой борется плагин HTTPS Everywhere. Можно установить его с сайта EFF или найти в Google магазине. Стандартный процесс установки и все. В общем-то, на этом об установленном плагине можно забыть. При этом теперь вы можете быть уверены, что во всех случаях, когда есть возможность общаться с сервером по HTTPS, вы будете общаться с сервером по HTTPS. Не буду описывать все случаи, когда можно передавать информацию по защищенному протоколу и незащищенному, но настройки сервера отдают предпочтение незащищенному, это не важно. Важно, что теперь вы всегда будете использовать HTTPS, если это возможно. А если невозможно, то для вас тоже ничего не изменится. Вот этот сайт, я точно помню, использует незащищенный протокол и никаких сбоев в работе не наблюдается. А на свой тестовый сайт я ставил бесплатный SSL-сертификат от Cloudflare. И тут тоже все прекрасно работает. Браузер пишет, что все защищено. А вот если мы включим эту галочку, то есть шифровать все подходящие сайты, что можно перевести как «не пускать на незащищенные», то мой сайт продолжит работу, а вот незащищенный транслит уже не откроется. И вы сможете зайти на него, уже только отключив HTTPS Everywhere для данного сайта. Значок плагина стал сереньким, значит он не работает. Ну и собственно то же самое можно проделать с любым другим сайтом, если он частично потеряет работоспособность из-за плагина. Такое может быть, хотя и редко. Тут уж причина в шаловливых руках разработчиков сайта. Я вам советую установить этот плагин. Если не включать галочку «шифровать» все подходящие сайты, вы его работу просто не заметите, а он свою работу будет незаметно выполнять. Все любите друг друга, живите в мире защищенного киберпространства, как и завещал JP Barlow. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!